Глава 11. Наш друг. Гринфилд. 27 июля 1951 года. А это ещё кто? Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. С вами снова Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Мафия 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай узнаем, кто это еще такой Я тут в трусах стою, вообще-то А, переоденьтесь, говорит, сначала Без проблем Давай, наверное, только поменяем цвет Вот Беленький пусть будет Ну, давай Ты за рулем будешь Я за рулем Ну, ладно Я так я Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клементо убит Слушай, Вита, я знаю, что Фальконе к этому причастен И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи А мне-то какое дело? Ну да Слушай насчет твоего ухода Клементо с тобой скверно обошелся, да Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать Я бы, кстати, поработал и на Фальконе То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь Я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко? Да, конечно Мы с Джо поручимся за тебя Спасибо, Вита За мной должок И... что нового? До или после того, как половину наших угробили Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо Но я и решил, что это ваша с ним работа Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо Микки Майки Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно, тот самый Голосочек, как у Мини Мауса Ага, да, слышал Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен? Давай скажем так Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса Это все, что я скажу Знаешь что, мне-то без разницы Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков Вас, идиотов, за милю было видно Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом И вообще не будем Не переживай Ты сделал то, что должен У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря Не было такого Я только это и умею И умею хорошо Да И по-моему платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле Но куда мне идти? Что делать? Вот потому я и пришел к тебе Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо А кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай Джо надежный парень Но лучше пусть меня порекомендует не он Понимаешь, о чем я? Да Тут с тобой не поспоришь В принципе, Генри это нормальный парень Можно ему помочь Почему бы и нет Если был бы какой-нибудь другой Ну да, кто скорее всего нет А Генри так нормальный парняга Свой, так сказать, в доску Поэтому ему можно помочь Долго нам хочу ехать до бара-то Ближайшего бара найти не смогли За 3-9 земель А, может быть мы сразу будем рекомендовать О, ну что Тогда другое дело Там, кстати, туфли почистят Надо будет как-нибудь зайти Ха, попробовать Пусть почистят мои туфлики Пойдем Ну и че? Пошли, говорю Эй Привет, Вито Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово Разве нет? Вот, держи Не прогуляй все сразу Спасибо Где Джо? Был тут, потом ушел Злой был какой-то Хотя в последнее время он всегда... Ну да, не винить же его Послушай, мне надо с тобой поговорить Да, это важно Я занят проблемой с Винчей Он собирается на нас наехать А я не знаю никак, ни почему Я... Мне надо с этим разобраться Да, думаю, тебе надо это знать Ладно, выкладывай, только коротко Один мой знакомый Он работал на Клемента Он боится Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клемента Ну надо же Насколько я знаю Пока босс ничего такого не планирует Если только они сами не станут дурить Ладно Так этот парень спросил меня Не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клемента Настоящий профи Да Ладно, скажи ему, пусть зайдет Ну Вообще-то он уже здесь Вот как Ладно Давай его сюда Эдди, это Генри Томасино Генри, это Эдди Скарпо Рад познакомиться, мистер Скарпо Никаких мистеров Для друзей я просто Эдди Присаживайся, Генри Так Вита говорит, ты хочешь с нами работать Да Я сейчас вроде как неудел А все, что случилось, меня мало волнует Разумный подход Но сперва скажи мне вот что Клемента и Винчи что-то затевают против нашей семьи Ладно Обычно я свой нос в такие дела не сую Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте И Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами И с этим надо что-то делать По-моему, он хотел настроить Винчи против вас О, блюдок Наверняка он про наркотики Хотя сам замешан в этом по уши Он знает, что Винчи этого терпеть не может Скорее всего, задурил старику голову Так вот, почему он хочет на нас напасть Мы должны ударить первыми Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет Сперва надо убрать Галанте Без него Фрэнку конец Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле Что скажешь, Генри? Ты готов? Если вы примете меня к себе, то да Именно Убери Лео А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри Для страховки Ну, тебе не придется никого убивать Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого Что скажешь? Прости, Эдь, я не могу Лео мне был как отец когда-то Да, я понимаю Похоже, Генри, тебе придется все делать самому Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь Но никто не должен нас заподозрить Лео живет в Хайбруке Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня Ладно, тогда до свидания До встречи, Эдди Хорошо, что ты привел его сюда Даже если он напортачит на нас, не подумают? Я не думаю, что Генри провалит дело Хорошо, ну что ж, Вита, на сегодня пока все Но заезжай завтра, договорились? Да До встречи, Эдди Пока Блин, надо Лео предупредить Добрый, всегда рады, мистер Скалетто Лео, ты офигительный дедуля Надо ему помочь Давай, давай, давай Ну, не торопись Не торопись Ну, в итоге я сейчас все замки потеряю Поехали, вперед Надо быстрее торопиться Главное сейчас еще на копах не нарваться Блин Ха-ха-ха-ха-ха Мало того, что он на них нарвался Так чуть-чуть в них не врезался, блин Давай, давай, Вито Жми газульку в пол Блин, надо успеть, надо успеть Долго еще ехать, кстати В принципе, наверное, нет Но я думаю, мы успеем Я думаю, мы по-любому успеем Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тачка-то резвая Нам надо поворачивать уже Отвали, блин, у меня тут дела важные Ху-ху-ху-ху Чуть опять в кубов не вписались, а? Вот это сейчас будет поворотец Прости, Генри, но Лео дороже Лео жизнь спас мне Так что нет Лео на первом месте Всему меня научил, поэтому да, он действительно как отец Нормально, успеем Блин, там еще копы впереди Ну, в принципе, наверное, уже доехали, правильно я полагаю? Да, точно Ну, давай, бегом Лео! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай! Лео, убери пушку! Это я, Вито! Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы Лео, нет времени болтать! Скорей собирайся, за тобой идут! Что? Пошли наверх, Вито! У меня ноги мерзнут! Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал Сюда уже едут, уходи отсюда! Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать Потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками Все это знают Клементе пытался выжить его с рынка И Фальконе его убрал А теперь он хочет и от нас избавиться Пока мы не приняли меры Откуда ты это знаешь? У меня свои источники Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить Хватит болтать, ради бога Одевайся и поехали! А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении Они не знают, что мы их ждем Я так не могу Я знаю этого парня Я ему работу и нашел Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем Слушай, нет времени объяснять Он вот-вот будет здесь Ладно, жди здесь Я оденусь Черт, поздно они уже здесь Дерьмо Генри не должен меня видеть Прячемся, быстрее, пока он внизу И куда? Куда нам бежать-то? Чего-то нифига не сказали Хе-хе-хе-хе Это какая-то ванна Нам не сюда Вито, что это ты тут делаешь? Все в порядке, Генри, без паники Убери пушку и отошли своих ребят Я все объясню Парни, подождите на улице Если я не выйду через пару минут Вернетесь за мной Садитесь Что за херня тут происходит? Слушай, Генри Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге Считай, жизнь меня спас И из-за него меня взяли в семью Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет Пойми, я не мог его не предупредить Да, но и ты пойми Что я не могу провалить это дело Если я отпущу Лео Фалькон и решит, что я его слил И прикончит меня Черт возьми, Генри Я же твой друг Я бы для тебя то же самое сделал Вито, дружба тут ни при чем Это работа И если я ее не сделаю Мне крышка Я не могу его отпустить Я взял контракт Его надо выполнить Если не хочешь смотреть Уходи И не беспокойся Я никому не скажу, что ты был здесь Слушай, Лео мне сказал Все из-за того, что Фальконе торгует наркотой Он нарушает правила И хочет убрать всех, кто об этом знает И что? Единственный, кто не нарушает правила Это Фрэнк Винчи и сам Лео А деньги мне платят не они Вито Спасибо за все Но теперь уходи Я прожил долгую жизнь Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет Нет, Лео Должен быть выход Вито Иди Прости, Вито Я никому не скажу, что тебя видел Главное, уйди незаметно Главное, уйди незаметно Ну, парень Ты мой должник Что? Малыш Лео Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились Я исчезну После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит И я давно хотел перебраться в теплые края Но сначала давай уберемся подальше Пока твой друг не передумал Окей Давай А ты, может, как-нибудь переоденешься? Или ты в халате поедешь? О Какие тачки Слышь, Лео А давай я тебе вот эту вот возьму Красотку, а? Можно взять такую? Да, можно Ха-ха, класс Ладно, Вита Проводи меня на станцию, если можешь Мне неплохо жилось в этом городе Но пора и честь знать Ты туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме А двери? Расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу Но не волнуйся, твое имя я забуду У тебя и так забот хватает Ух ты, блин Нифига, прикинь, надо было открыть ворота Все тебе не халям-балям Знаешь, все так усложнилось Так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик И жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом Даже для нашей профессии Я предупреждал Фрэнка сто лет назад Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом Сяду на первый же поезд в Лос-Хевен Сделаю пару звонков, утрясу дела А потом возьму билет и улечу туда, где тепло Завтра в это время я буду сидеть на песочке И тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить Это не слишком? Ну, я все равно собирался на покой Вот доживешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть Фрэнк никогда не изменится Он драчун Сейчас он слушает молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карла, пожалуйста, но без меня Жаль только, что ты в этом завяз Я сам выбрал, Лео Ты просто все немного ускорил И потом, что еще мне было делать? Горбатиться в доках, как отец? Кому ты это говоришь, мальчик? Ну все, приехали Так что ты будешь делать, Вито? Похоже, что ты уже по шейку увяз Понятия не имею Я просто хочу срубить бабла побольше И не остаться без башки в процессе Как оригинально Это не так-то просто, малыш Поверь мне Ладно, поверю Ну все, приехали Спасибо тебе за все, Вито Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет Хорошего отдыха, старина Ну и как раз и домой поедем На новой тачке Круто Может быть по дороге куда-нибудь заехать В какую-нибудь мастерскую Давай вот сюда, вот автомастерская Бабло есть Сразу мы ее Подправим Для хорошей езды Можно, кстати, подкрасить Что-нибудь какой-нибудь оригинальный Выберем цвет Ну а потом уже можно И домой Главное, чтобы сейчас здесь не попасться Не, нормально Я думаю, что как-то впишется какой-нибудь Красавчик Но нет Все удачно про канал Доброе утречко, мистер Скалета Мистер Скалета Да, я мистер Скалета Расскажи, что тебе нужно Ну, во-первых, мне надо поменять номера Все-таки Новые номера? Для тебя не вопрос Это хорошо Берем, значит, так же Ой, подожди Чего-то не в ту сторону поехал ЗР возьмем Ой, ЗР ЗГ Затем, значит, надо будет Поставить палочку Вот Ну и давай Не знаю Три шестерки Почему бы и нет Дьявол на колесах Ха-ха-ха Дьявол на колесах Да Нормально будет Ну Все Дальше Колеса Ну, в принципе, меня пока и вот эти вот устраивают Хотя нет Давай смотреть Там же есть спортивные такие колесики Давай, наверное, мы их поставим, а Во Вот это нормально Хорош Дальше Отремонтировать не надо Отрегулировать, пожалуйста Управляемость тоже отрегулировать хорошо Выбрать цвет В любой покрасим Посмотрим, что есть А так можно выбрать Нет, только листать Да, надо будет Сьерра Нет, Сьерра не очень Какой-нибудь черненький Я не знаю Светло-коричневые Хаки Черный Скаледо Вот Ну-ка, давай В принципе, неплохой вариантик Ну, давай Пусть будет черненькая Все Покрасил А, выбрать второй А, где второй цвет будет Ну-ка, давай посмотрим А Вон, ну что Просто Сьерра Ну, пусть будет просто Сьерра Хорош Покрасил Сейчас приятно иметь с тобой дело Пока я сижу в машине Не дуди Мистер Скаледто едет Тихо Нам вообще бы еще не вписаться Ну и все Вот мы и дома После такого напряженного дня Надо холодненького пивка Хлебануть Франни Что ты тут делаешь? Вито Я не знаю, что делать Я не могу вернуться домой Не хочу его больше видеть Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика Мужа? Почему? Он бьет и гуляет все время И он... Вот где он бьет тебя? Нет Но у него кто-то есть Я точно знаю Он тебя бьет? Иногда Сукин сын убью Нет, Вито Не надо, прошу тебя Я просто подумала Может ты с ним поговоришь? Он тебя послушает Где он? Я не знаю У него есть друг Где-то на Ривер-стрит Обычно он у него сидит Успокойся, все будет хорошо Ну-ну, послушай Когда успокоишься, иди домой Я поговорю с Эриком Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится Позвони мне Думаю, он придет Хорошо, Вито Но умоляю Ничего с ним не делай Не волнуйся Мы просто поговорим По-мужски идет Вот скотина Давай мы ему яйца натянем на голову, а? Это я с удовольствием Ненавижу таких мужиков Давай на наши крали, может, поедем А ну-ка, что у нас тут еще есть? Нет, я не хочу Это тоже не хочу Это тем более не хочу Давай хотя бы ее починим, что ли Вот А то как-то развал стоит Нет, все-таки возьму вот эту Поехали, надерем ему яйца Вот сволоча Сейчас мы быстренько Мозги-то вправим Ну, в принципе, все Приехали Где-то сволочь Здесь сидит? Или вот здесь? Вот здесь В какую нам-то дверь? Где сестра живет? Я даже не знаю, где моя сестра живет, а? Лукашня всякая О! Мне сюда это точно Ни хера у них тут дома творится А, это его, похоже, дружок Эрик Эрик Ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай Занят ты должен быть со своей женой Ясно тебе? Вали, шлюха Ух ты Тихо, подожди Ты что-то как-то начал резво Ну, давай Да Да Слушай внимательно Еще раз тронешь мою сестру На ремни порежу Понял? Да С сегодняшнего дня Будешь сидеть дома Забудешь про дурь Забудешь про выпивку И будешь делать ее счастливой И если я вдруг Вдруг узнаю, что она несчастлива Я тебя найду и закончу работу Тебе ясно? Да Урод Так, ребятки Театр окончен А с этим типчиком Никто больше тусить не будет Никогда Или я вернусь и с вами Сделаю то же самое Всем ясно? Шваль Поехали домой О, уже и дождь Эй, слышь А у нас-то крыши-то нету Это как-то интересно Кабриолет, в принципе-то хорошо Но крыша-то должна быть Почему-то нельзя Активировать крышу Плохо Ну вот Я разбил машину Блин Целую фару разбил Придется теперь давать ее в ремонт Блин, но Дождь Мокрая дорога Скользко Дворники работают Это хорошо Но вот то, что крыши нет Это плохо Машину всю зальет Да ладно Тут еще телефонный звонок Тут звонит Вита, это Франческа Эрик пришел домой Весь избитый Ты же обещал, что ничего такого Может подрался с кем-то Сама знаешь, он связался С дурной компанией Он попросил у меня Прощения, Вита Пообещал, что будет Хорошо себя вести Все в порядке Ты же его больше Не тронешь, правда? Как скажешь Но если он тебя Хоть раз ударит Он труп Ты что говоришь Вита Я тебя не узнаю Вообще Держись от нас Подальше Ты меня понял? Просто Просто Держись подальше Бабы дуры Это конкретно дуры Надо пивка хлебануть Ну и пойти спать Все дела уладили Все отлично Почегай Живи Давай Гори Макаронни Гори О да Пора валить Валим 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 Взайчиком Взайчиком Тихо Отправляйтесь ГДЖО Каким макаром Может ты как-нибудь Уже побежишь? Или ты плавать умеешь? Вот сволочь А кто такие? Мне нужна тачка Мне реально нужна Тачка А я до своего Ух ты Ничего себе Обалдеть Ха-ха-ха Это точно Где моя машина? Где моя машина? А нифига что ли Нельзя машину взять? Фу Пусть они пока там Сами разбираются с ними Я тачку сейчас угоню Хо-хо-хо Вот это вот гады Вот это вот сволочи Надо их найти Я надеюсь Джо мне в этом поможет Блин В трусах Одних убежал В одних трусах Нифига Тут толпа целая Давай сокращаем путь Во сволочь А Во сволочи Это не бустая компашка Дружки наверное этого Эдди Сволочь Ну наверное я сейчас вам покажу Сейчас только найду пушку Штаны И все Вот сволочь А блин Дом сожгли Целый дом Гады Ну ничего там Сейчас с ними копы займутся А потом уже и я Расправлюсь С этими гадами Странно что нельзя было Зайти в свой гараж И взять тачку Дом то ладно Он сгорел Горит вовсю Но гараж то не горел Пришлось воровать Да не сигналь ты Сигналь Главное Меня должен по всем правилам Был пропустить Ну вот в принципе И дом Джо Уже все Сейчас еще тачку Припаркуем И в трусах Бежим К Джо Джо Выручай Надо мне этих гадов найти Джо Ну Только не говори мне Что ты не дома Ну же Только б не валялся Пьяный Давай Давай открывай Дружище Ну Попридержи Коней Иду Уже Иду Ёптыть Ты что жарил мясо В одних трусах Да Можно войти А Да Да конечно Дай я тебе налью Нифига Ты тут обделал квартирочку Какого хрена Мило да Это еще что такое Я тут обстановку поменял Что скажешь Да Уж тут все Другое Да уж точно Сам обставил Так что случилось Вот держи Эти чертовы психи ирландцы Что такое Что они сделали Убить меня пытались Мать их Что Испалили мой дом К чертям Вот это да И что дальше Хочешь разобраться С рыжими Прямо сейчас А то Ну да Ладно Расслабься Выпей А я пока Кое кому позвоню И в шкаф Ко мне загляни Если не хочешь Воевать в одних трусах Спасибо Думал ты не предложишь Вот это да А детство надо По-любому Ну другого начнет Да да я знаю знаю Но мне помощь нужна Вот здорово Сегодня куча ирландцев Пыталась убить Моего друга Они ему должны Дальше ехать некуда Я хочу знать Кто они такие И где у них логово Эй Если не скажешь Проблем у тебя будет В разы больше Микки Десмонд А Вот оно что Понятно И где он сейчас Да ясно Я знаю где это Понятно Спасибо Ну вот На человека Хоть похож Только рубаху Потом верни Ладно Таких больше не делают Да И знаешь Не просто так Куда мы едем В Кингстон Там ирландский кабак Называется Зеленый холм Поехали У вас рубашки Одинаковые Джо Ты только одну Покупаешь рубашку Да Одного типа Цвета Че ты стоишь Я же давно вышел Вот даешь Ха-ха Давай Джо Поехали Че ты стоишь Садись в машину В какую В твою Да Точно В его Давай Джо Ладно Так ты за ирландцами Не следил Нет А что такое У ирландцев Новый босс Звать его Микки Десмонд На его место Есть еще пара Претендентов Так что он всем Хочет показать Какой он крутой А ко мне Это какое Имеет отношение Он двоюродный Брат О Нила А Теперь понятно А что Хош спорим Торчит сейчас В своей дыре И ржет над нами С остальными Ублюдками Ну поехали Разберемся с ним Я про то же Похоже их осталось Немного Так что кабак Можно взять с налету Заставь их Врасплох И все дела Мне нравится план Уроды Дом мне спалили К чертям Остынь Мы уже на подъезде Да дожди А ствол Да куда ж ты Тебе же ствол нужен Чуть не забыл Вот А хорошо бы у тебя он был А то если нет Придется руками рвать Честно мне пофигу Тут где-то Должен быть вроде А Ну вот держи Спасибо Ну вот это другое дело А то Без ствола То как Разборки устраивать Значит это Месть Заунила А я то думал Это Приятели Джо Этого Ой Джо Как его там Генри А нет Не Генри Эдди Я что Все имена Поперепутал Значит будем Брать штурмом Это быстренько Мы Перестреляем Стрелять то мы умеем Ты что Красный свет Не видел Расслабься ты Готов Бита Пошли уложим Этих кретинов Готов Я ж говорил Я за ним гнался Но упустил Убежал Трус поганый Но я его отыщу И тогда Это ты сбежал Четырехлистник Ааа Черт Ты Ну ты нахал Это да Это да Прикрой меня Вижу Попал Придурок Я лучше всех Это я с тобой согласен Видаешь Как моя сестра Давай Придумай что-то Быстрей Прискаля Ублюдка Молодец Вита Давай Покажись Показался Показался Давай Собирай Сейчас Перестреляем Эту Сволочь Всю Эту Шавку О Там В машине Еще Есть Держи Их Они Смываются Ладно Вперед Садись За руль Пожалуйста Выдите Из машины Да Сейчас Разбежался Ну я пытаюсь Это сделать Да ладно Серьезно Итишкин ты Поворотец Вон Сволочь Тодави ты его Вот так пойдет Дуроды Ну вот дело сделано Да Ну да Но дом это мне не вернет Не волнуйся Дела идут в гору Так что скоро Заработаешь на новый Ага Очень надеюсь Ладно Поехали домой Так что я посплю На твоей тахте А Есть вариант получше Вот Держи ключи Это квартира Марти Его мама как раз Просила ее продать Так что поживи там пока что Спасибо Вариант Не благодари Приятель Староват ты уже Для моей тахты И потом я только что ее купил Раздолбаешь еще Хата Марти на Остербей Так что полегчало? Не очень Ну прописали им по полной И все равно мало Эй То что сгорело Всего лишь шматье Вита Просто шматье Это было мое шматье Джо Как думаешь Зачем я вообще Во все это влез Просто чтобы покупать Шматье Костюмы Тачки Телок Дома Теперь я опять без штанов И бабло Тоже все было в доме Я пообещал себе Что больше не буду бедным Не буду перебиваться Как отец Да-да Я понимаю Не дрейф Что-нибудь придумаем Пара секунд И снова будешь на ногах У тебя-то долбанный стакан Всегда наполовину пола Ну а ты какой-то пессимист Вито Все же нормально Гада завалили Блин Ну тачку конечно Офигеть Ее попортили Блин Я наверное Своей поеду Тогда наверное До встречи Увидимся Старина Держись Ну подожди Я в этой На этой разулихе Не хочу ехать Какой-то сарай Вот Чинить даже Не могу Потому что бабла Нет вообще Ноль Вот на это Поеду Главное Сейчас ее не раздолбать Тоже Куда ехать Блин Да далековато Подвинься мужик Мне важнее И ты подвинься Да Немножко покоцал Краску содрал Блин Блин там столько бабок было Больше трех косарей Все сгорело К чертям Все Хоть тачки остались Уже хорошо Помедленней Не ворчи Я так полагаю Вот здесь можно Оставить тачку Точно Ну и дыра же Были б деньги На гостиницу Ну хорошо Ну хорошо Давай может быть Здесь поищем Какой-нибудь Журнальчик Это Выключить свет Это пока я спать Не хочу Потому что Хочу поискать Журнал Может быть здесь есть Спустить воду Блин Тут еще и кораблик Фу В такой ванне Да уж После того Дома Конечно Это Полный Сарай Давай в холодильник Может там есть пивко Ну что же Дорогие друзья На сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу Вконтакте Все ссылочки Под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих Прохождениях Всем пока